В центре Кирова к юбилею появится тысяча парковочных мест. Верите ли вы в это? А губернатор сегодня дал такое поручение. Об этом не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давичи». Меня зовут Елена Чихомова. Здравствуйте. Сроки вышли, а отопление есть не у всех. В чем причина и когда батареи нагреются? Объяснили в администрации города. В Слободе Шевели строят школу. Вот только не все кировчане этому рады. Говорят, ждали 24-ю, а появится 28-я. Так ли это? В Урованцево скоро построят три новые улицы. На каком этапе работы, что осталось сделать подрядчикам и когда объекты будут сданы. В эту субботу все желающие могут избавиться от мусора с пользой для экологии. По Кирову поедет эко-мобиль. Где и во сколько он появится? Для аниматоров в России решили ввести новые требования. В Госдуме посчитали, что просто развлекать детей недостаточно. Нужно знать психологию и педагогику. Что об этом думают кировчане? Батареи нагрелись почти во всех домах Кирова. В администрации города уточнили, что теплом обеспечены больше 98% жилого фонда. По сообщению кировского филиала Т-Плюс, отопления нет только в 12 домах из-за ремонта тепловых сетей. Завершить работы планируется до конца этой недели. Строительство новой школы в центре города огорчило некоторых кировских родителей. В чем дело? Оказалось, что учебное заведение появится и там, где обещали, в Шевелях, то есть на перекрестке Профсоюзной и Карла Маркса. Но, возможно, будет совсем другим и под другим номером. Подробности в нашем сюжете. Борьба за школу в Шевелях идет в городе с 2017 года. Кировчанам и не верилось поначалу, что на месте старых деревяшек Ушинника может начаться большое строительство. И вот сменилось назначение участка. Решены все вопросы с собственниками, разрешениями, коммуникациями. Забивают свои будущие школы. На 1606 учеников. С бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом. Всем бы радоваться, но нет. В соцсетях появилась информация, что школа строится не та, не 24-я, а 28-я. Мы хотим, чтобы именно была 24-я школа, как нам и обещали. Наши дети учились там. Не с детьми из лицея, чтобы был наш директор, наши педагоги. Наши педагоги самые лучшие. Так что мы очень боимся потерять это здание. И мы не хотим учиться вместе с лицеем, именно чтобы это была школа наша. Именно школа, а не лицей. О проблемах 24-й школы не знает редкий кировчанин. Про маленькое здание, нехватку мест в центре рассказывали на совещаниях и телеканалах и даже писали на заборе. Неоднократно поднимался вопрос и необходимом расширении 28-й школы лицея. Учебное заведение находится практически напротив и даже отчасти делят помещение 28-й. Однако строящееся здание в Шевелях ранее обещали детям, родителям и учителям 24-й школы. Вы знаете, ошибка многих родителей в том, что они очень узко смотрят со стороны. Например, у них дети ходят в 24-ю школу, в 28-ю или в 10-ю. Из-за этого я как депутат рассматриваю вопрос, что в этом микрорайоне у нас появляется новая школа. Дело не в номере, уверяет депутат округа Владимир Журавлев. По его словам, главное, что центр города будет обеспечен местами в школах, плюс 900 человек. И получаем здание для доп. образования, бывшее 24-е. У нас появляется новых 1606 мест по микрорайону. Сегодня, предположим, 28 мая – это 1100 учеников, учащихся. 24-е – 730. Суммируем, получается 1830. И если появляется, условно говоря, школа, и мы так ставим, что в том здании 24-й школы обучения не будет, наверное, дополнительное образование там разместят, то получается, вот смотрите, 1128-я и 1606 здесь у нас получается фактически 2700 учащихся может обучаться. В том числе, по словам депутата, рассматривается вариант слияния школ, чтобы максимально использовать в итоге оба здания. Однако официальную информацию о номере будущего учебного заведения пока узнать не удалось. Согласно ответу из администрации города, школу сначала нужно построить. А это планируется к концу 24-го года. Елена Чехомова, Владимир Лисик, Бюро новостей Дайвича. Привокзальная площадь в Кирове преобразится к Новому году, как именно обсуждали сегодня в администрации города. Там предложили установить восьмиметровую ель и украсить иллюминацией пешеходную зону, которая проходит в центральной части парковки. Глава администрации предложил решить вопрос с самой парковкой, в частности, ограничить там время бесплатной стоянки, чтобы разгрузить территорию и дать возможность свободно высаживать пассажиров. Предлагается создать отдельную зону и для такси, но при этом автомобили должны соответствовать единому стилю. Этот вопрос уже прорабатывается с одной из организаций. Всех заселить, накормить, развлечь. Инфраструктура, гостеприимство перед юбилеем города – отдельный блок подготовки и обсуждения. Предпраздничный оргкомитет на очередной встрече этому вопросу уделил больше всего внимания. По итогам были даны важные поручения. Какие, расскажет Елена Шарыгина. Первый и самый объемный вопрос на заседании оргкомитета по подготовке к юбилею города – прием гостей. С докладом выступил министр спорта и туризма Сергей Сулик. Он собрал основные вопросы туриста. Как добраться? Вокзалы, дороги, аэропорт. Везде идет ремонт. Где остановиться? Властям нужно продумать раннее бронирование жилья для гостей и туристов. Где питаться? Рейтинг точек ресторанов и кафе также должен быть создан. Нам необходимо совместно с Вятской торгово-промышленной палатой и общественной палатой Кировской области создать путеводитель по вятской кухне и разработать параметры включения в данный путеводитель. Для систематизации и включения в информационный ресурс адаптированным под мобильное приложение ресторанов и кафе предлагаю Министерству промышленности и торговли Кировской области совместно с Вятской торгово-промышленной палатой подготовить перечень самых интересных с точки зрения туризма ресторанов и кафе города. Глава администрации Вячеслав Семаков отчитался, как идет ремонт парков и тротуаров в городе. Также к юбилею города должны будут забрендировать такси и общественный транспорт, а для водителей разработают специальную униформу. В рамках подготовки города к встрече гостей особое внимание уделено благоустройству его исторической части, которая является наиболее привлекательной для жителей и гостей города. Там сосредоточено большое количество гостиниц, ресторанов, кафе, музеев и проходят, как уже отмечено, 20 туристических маршрутов для разных возрастных групп. Все пешеходные зоны, по которым в дни празднования юбилея будут гулять жители и гости нашего города, обследованы, заведены в адресную программу, которая включает в себя ремонт дорожных покрытий. Вы показываете, как благоустраиваете улицы, все замечательно. Скажите, пожалуйста, а вы с организациями инвалидов, вот пандусы, например, вместе сделаете? Или как? Вот то, что у вас на картинке, вот в вашей презентации пандус, я почему? Я думаю, что организации инвалидов бы не одумали. Исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства озвучил, как торговля готовится к юбилею. Сюда относятся рестораны, кафе, торговые центры, фермерские производства и сувенирная продукция. Кроме того, уже идет подготовка волонтеров. Их потребуется много. После всех докладов слово взял губернатор Александр Соколов. Как ранее сообщил Сергей Сулик, чаще всего туристы в Киров приезжают на личном транспорте. Соответственно, каким-то образом в центре города нужно предусмотреть дополнительные парковочные места. Поэтому губернатор дал поручение в течение недели разработать и продумать дополнительно тысячу парковочных мест в центре города к уже существующим. А это задачка со звездочкой. Елена Шарыгина, Кирилл Лянгузов, Бюро новостей Довича. Книжных магазинов в России стало меньше. Такой результат показало исследование аналитиков, пишут РИА Новости. Эксперты изучили динамику российского книжного бизнеса и пришли к следующему результату. В 2020 году книжных магазинов было 8300, к 2023 году стало 5300. Сократилось их количество на треть, меньше стало и число издательств. Одной из причин этого стало удорожание бумаги из-за санкций. Книга сейчас дорогое удовольствие. В связи с этим конкурентами бумажной версии выступают электронные и аудиокниги. Также сейчас большой популярностью пользуются интернет-магазины. Зачастую книги там можно приобрести по более низкой цене, отмечают специалисты. Немаловажным фактором является и то, как относятся в книжных магазинах к читателям. И надо понимать, что у них, как это, свои бизнес-задачи, свое продвижение. Но учитывают ли они особенность нашего рынка? Учитывают ли они горизонты ожиданий наших читателей? Понимаете, нет. Они просто продвигают. Понятно, было бы лучше, если бы была какая-то живая конкуренция. На самом ли деле книжным магазинам грозит исчезновение? Федеральные эксперты считают иначе. Например, по результатам мониторинга Ассоциации книго-распространителей за 2022 год число магазинов даже выросло на 1-2%. Несмотря на сложности, они продолжают развиваться. Книжный магазин – это сегодня, по сути, это такой хороший культурный центр города, где проходят встречи с авторами, презентации, много клубов тематических и детские клубы, и развивающиеся лекции, мастер-классы. То есть сегодня, конечно, книжный магазин является таким важным местом для встречи с читателями. Эксперты говорят, что судьба книжных магазинов во многом зависит от поддержки со стороны государства. Именно за ней развитие, несмотря на все сложности. Появятся ли в Кирове выделенные полосы для общественного транспорта? Что говорят на эту тему общественники и какие у них предложения? Об этом не только во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это «Дайвча» и мы продолжаем. Все желающие могут сдать вторсырье на переработку. 14 октября по городу поедет «Экомобиль». Он сделает остановку в чистых прудах. На Чистопрудницкой 10 за торговым центром с 10 утра до часу дня. На переработку можно сдать пластик, тетропак без крышек, алюминий, жесть, макулатуру и другие отходы. Вторсырье должно быть чистым и разделенным по фракциям. А с бумаги и картона нужно убрать скотч и наклейки. Также принимаются и редкие виды. Крышечки из пластика и металла, пробки от шампанского, зубные щетки, трубочки от напитков и распылителей. Выделение полос для общественного транспорта, строительства западного обхода, качества полотна. Эти и другие вопросы сегодня были в центре внимания на заседании региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог в общественной палате Кировской области. Об итогах встречи поговорим с нашим гостем в студии руководитель профильной рабочей группы Константин Сичехин. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Какая тема сегодня вызвала самые горячие обсуждения? Самое горячие обсуждение – это, конечно, выделенные полосы общественного транспорта. Потому что годами нам, практически каждый год нам обещают, обещают, но, как мы видим, полосы нет пока в городе. Даже Вячеслав Семаков в прошлом году твердо обещал, что в 2023 году полосы в городе Кирове появятся. И одно из объектов, которое нам обещали сделать, это Октябрьский проспект от Карла Марса до Северного кольца. Да, вот этот небольшой участок, но хотели сделать это временно, как бы в плане, как сделать образец, посмотреть, как это будет работать. Эксперимент такой. Эксперимент даже, можно так сказать. Да, дальше уже посмотреть, как это будет работать по городу Кирове. Но, как мы видим, год заканчивается, на дворе уже скоро зима, выделенных полос нет. И поэтому мы еще раз задали в администрации вопрос, а почему бы так не происходит. Нам сказали, что на сегодняшний день рассматриваются другие уже улицы, другие объекты, как, например, один из объектов, это улица Ивана Попова в сторону Чистых Прудов. Потому что улица шире, Ивана Попова там свежая улица, недавно этот объект был построен, да. Что там будет целесообразнее, так как улица широкая. А какие сроки? А сроки, а вот что интересно, сроки не назвали. Сказали, что возможно, уже таким фразой администрации, там представитель администрации был, он такую фразу сказал, что возможно 24-й год. Он уже не говорил точно, как Вячеслав Самоков. Чтобы вы потом не припоминали. Да, 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 вот как раз это и ситуация. Хорошо, а что касается строительства западного обхода, какие есть новости? Ну, западный обход, западный обход. Вот интересная формулировка сейчас западный обход. Западный обход с формулировки Министерства транспорта, который ответ нам пришел сегодня, не смогли представители Министерства быть на рабочей группе. Праздник все-таки дорожный начинает отмечать. Сегодня пятница. И всех дорожников поздравляю с праздником. В смысле, не пятница праздник, в смысле, что в ближайшие выходные. Да, в ближайшие выходные дорожные праздники, уже все дорожники сегодня в пятницу. И они не так поняли слова западного обхода. Потому что во всех документах это уже не западный обход. Это уже обход просто города Кирова с пятью этапами строительства. Поэтому мы этот вопрос решили пока перенести на следующее заседание. Более точно уточнить те формулировки запроса. Хорошо, мы вас потом уточним. И важный у вас был вопрос о целесообразности шумовых полос в Кирове. Их планируют убрать и больше не делать? Почему нет? Мы отставим интересы, чтобы шумовые полосы были. Просто маленько убрать вот эти большие шумовые полосы. Вы имеете в виду высоту? Высоту, ширину шумовых полос сократить и сделать более приемлистой. Чтобы не было как горбики, получается, такие. Как, можно сказать, лежачие полицейские. Чтобы это были те шумовые полосы, которые у нас особенно распространены на федеральных дорогах. Когда ты проезжаешь, да, создаётся шум, но ты проезжаешь спокойно. Не останавливаясь без вреда для подвески. Понятно. Спасибо. У нас в гостях был Константин Сичихин, руководитель рабочей группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. Общественная палата Кировской области. А мы продолжаем. В Урванцево завершаются основные работы по строительству улиц Капитана Плетнева, Энтузиастов и Дмитрия Козулева. Как сообщили в подрядной организации, на всех объектах началась укладка верхнего слоя дорожного покрытия. Работы ведутся по нацпроекту «Жильё и городская среда». После асфальтирования останется благоустроить газонную часть, установить освещение, знаки и нанести разметку. Часть работ, возможно, выполнят в следующем строительном сезоне, уточнили в мэрии. На завершающем этапе обустроят пешеходные зоны. Участки подготовлены для укладки брусчатки. Добавлю, что ответственные лица планируют все три улицы построить к ноябрю 2024 года. На улице Капитана Плетнева производим устройство верхнего слоя покрытия щема 16, толщиной 5 сантиметров. В планах как можно быстрее уложить верхние слои основания, пока это позволяет погодные условия. До этого были выполнены такие виды работ, как устройство песчаного основания, устройство щебёночного основания с последующим уплотнением. Должны не только играть с детьми, но и разбираться в психологии. В Госдуме предложили установить требования к образованию, знаниям и навыкам аниматоров. В основной работе аниматора игра с детьми. А через игру формируется личность ребёнка, считают авторы инициативы. Ведущие детских праздников таким образом не просто развлекают, но и воспитывают ребят. Мы решили спросить у наших подписчиков, каким должен быть аниматор. Запустили опрос в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Результаты таковы. Аниматор должен разбираться в психологии, чтобы тонко чувствовать детей, так ответили 23% респондентов. Быть просто весёлым и общительным – 21%. Аниматор должен быть талантливым, считают 18% опрошенных. Другие ответы в рубрике «Мобильный опрос». Дружелюбным, общительным, открытым, честным в отношении к людям и к самому себе. Так, каким ещё? Как вы думаете, все ли могут быть аниматорами? Нет, далеко не все. Потому что кто-то интроверт, кто-то нет. И, соответственно, кто-то находится больше в себе, а кто-то готов дарить энергию людям. Жизнерадостным, креативным и подстраивающимся под любые ситуации. Как вы думаете, должен ли он разбираться в психологии детей? Конечно. Ну, наверное, потому что, когда ты работаешь с детьми, нужно знать все тонкости их психологии, чтобы никак не нарушить эту психику. Бодрым. Очень весёлым. Весёлый, который любит свою работу. Если бы дети сами умели быть весёлыми и жизнерадостными, а аниматор бы только немножечко наводил, так сказать, общий фон и больше инициативы давал детям. Активным и очень любит детей. Мой взгляд, он должен хорошо чувствовать людей, детей. Он должен быть высоким, чтобы его все видели. Быть изобретательным, то есть знать и уметь придумывать разные игры, которые были бы для детей, но и не просто такие развлекательные, но и как бы такие, чтобы они закладывали какие-то стремления, интерес к знаниям. Приглашаем вас на наш день рождения. Телеканал «Удевятка ТВ» 10 лет. Празднуем наш большой юбилей кабельного вещания. В честь дня рождения мы устраиваем трибют-концерт «Руки вверх» от группы «Рандево». Мы будем весь вечер радовать вас хитами любимой группы и заряжать отличным настроением. Также вас ждут интерактивы от ведущих канала и розыгрыш подарков. Встречаемся в субботу, 14 октября, в 19 часов в Гауди. Нашим телезрителям мы раздавали билеты бесплатно, но вдруг вы не успели получить пригласительный или просто не можете быть в этот вечер с нами. Концерт вы не пропустите, потому что специально для вас мы организуем прямую трансляцию. Будьте на нашем празднике в телеэфире «Девятка ТВ» или в нашей группе ВК «Девятка ТВ Киров». Начало трансляции в 19.30. Оперативно следить за новостями удобно в наших социальных сетях. А еще пишите нам, присылайте видео по номеру, который вы видите на экране. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. У меня на этом все. В студии работала Елена Чехомова. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!